всем привет друзья сегодня на канале гигабас мы разберем с вами песню группы dio holy diver поехали holy diver you've been down too long in the midnight sea oh what's becoming of me ride the tiger you can see his stripes but you know he's clean oh don't you see what i mean gotta get away Продолжение следует... Продолжение следует... Окей, теперь давайте подробнее остановимся на разборе песни. Песня состоит из вступления, куплета, припева, части, в которой гитарист играет свой соло и дальше повторы. Давайте сыграем вступительный рифф этой песни. Песня в тональности до минор. Что это значит? Это значит, что этот рифф обыгрывает тонический аккорд. Именно до минор. То есть, если вы на гитаре будете играть эту песню, это будет до минор. Могу показать здесь, учитывая, что у меня шеструнный бас. Вот, соответственно, рифф идет по до минору с перебивкой на тон ниже, на си бемоль мажор. На вот этот аккордик. И получается вот такой рисунок. Как же проще выучить этот рифф? Если его условно разбить на фрагменты, то учиться будет проще. Вот сейчас, например, я сыграю первую часть в качестве первого фрагмента из этого риффа. Это первый фрагмент. Второй фрагмент повторяется два раза одинаково. Он же еще раз. И концовка. Что касается этого риффа и, в принципе, всей песни, то самое главное, это поддерживать пульсацию, которая здесь фигурирует. Эта пульсация состоит из одной восьмой ноты двух шестнадцатых. И чтобы песня получалась хорошо, скажем так, нужно вначале отрепетировать эту пульсацию хотя бы на одной ноте. Как же лучше это сделать? Если разбить эту фразу, получается четыре ноты подряд, шестнадцатые. Ну, а если вместе играть? Соответственно, из этих шестнадцатых нот, четырех, мы вторую, можно сказать, мысленно убираем. Либо можно ее играть, заглушая левой рукой. Получается, опять же, медленно играю. Если играть быстро, ну, быстрее немножко. Получается как раз-таки наш рифф. Теперь вторую ноту, которую мы глушим, соединяем как бы с первой. Получается, первая нота, восьмая у нас, и дальше две шестнадцатых. Соответственно, это совсем небольшая разница между тем, что было до этого, с приглушением. То есть сейчас играю с приглушением два раза, и два раза оригинальный рифф. Вот. Как видите, все очень просто. Получается, нужно в голове иметь движение шестнадцатыми нотами, мелкими длительностями. Ну, а в этом нам поможет метроном. Соответственно, если вы хотите играть в более высоком темпе, нужно начать с медленного. Таким образом, играем первую часть вступления. Повторяем следующие две фразы одинаковых. И третья, это очень простая фраза из двух нот, которая обыгрывает два аккорда. Это все полностью проигрывается еще раз, и в конце единственное идет отличие, переход на припев. То есть, соответственно, вторая часть вступления будет такая. Кому сложно копаться в этой музыкальной теории, просто постарайтесь вначале воспринять эту пульсацию на слух. Теперь идем к куплету. Куплет играется очень-очень просто. Здесь обыгрываются, по сути, всего лишь три аккорда. Это до минор. И дальше на ля-бемоль мажор. А дальше идет от до минора к си-бемоль мажору и на ля-бемоль мажор. Кстати говоря, куплеты повторяются. Единственная небольшая разница между ними, это некоторые синкопы, да, некоторые ритмические отличия, небольшие, которые, кстати говоря, прописаны в табах, которые оставил под видео. Вокалист поет и ритм секса аккомпанирует непосредственно. Что касается припева в этой песне, то он, в общем-то, тоже довольно простой и играется в той же самой пульсации. Это ля-бемоль мажорный аккорд, а дальше идем на риф, который был во вступлении. Вот мы приблизились к сольной части. Сольная часть интересна тем, что она играется с паузами. Ждете? Два, три, четыре. Два, три, четыре. Два, два, три, четыре. Два, три, четыре. Два, три, четыре. Что я делаю? Я в паузах начинаю считать. Если я играю на первую четверть точки, которая там есть. То есть это одна четверть, но размер это четыре четверти, соответственно, нужно в голове считать с пульсацией с барабанами. То есть два и три и четыре и два и три и четыре и два и три и четыре и два и вот это, кстати, момент можно сыграть. Дальше, между прочим, идет очень клевая такая фишка, которую могут себе позволить бас-гитаристы. Это замена басового тона в аккорде. То есть гитарист обыгрывает всего лишь два аккорда. Это ля-бемоль и си-бемоль. У него идет постоянное очередование во второй части соло, то есть два аккорда. А в басу же, между прочим, происходит движение вверх. То есть на первую ля-бемоль мы играем тонику, на си-бемоль опять же основной тон. Дальше мы играем, когда опять идет ля-бемоль в гитаре, мы играем до. И на си-бемоль мы играем ре. Дальше, собственно, идет повтор куплета. Вы его уже знаете, как играть. Вот. И концовка. Концовка отличается от вступительного риффа своей последней фразой. То есть сейчас я сыграю медленно. Тут тоже самое. Дальше вторая фраза та же самая. То есть получается чередование первой фразы и второй из вступления. Дальше опять первая фраза. И дальше идет четвертая фраза, которая отличается от первой фразы порядком нот. Еще раз, первая фраза. Вторая. Третья. Как первая. И четвертая. И так мы повторяем до конца на затухание. Итак, мы разобрали песню группы Dio, которая называется Holy Diver. Еще раз повторюсь. Основные моменты в этой песне заключаются в том, что очень важно играть пульсацию 8.2.16. Для тех, кто хочет скачать табы этой песни, я оставляю ссылку под видео. Вы сможете скачать табы и сами разобрать эту песню, замедлить какие-то части, какие-то ускорить. В общем, на ваше усмотрение. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, включайте уведомления и увидимся на новых обзорах. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok